Папа! Все хорошее настроение. Все довольные, все счастливые, радостные дети. Не видно слез. Очень много болельщиков, которые болеют за свои команды и участвуют с радостью. Девять конкурсов, в которых задействованы как дети, так и родители. Подобные соревнования сплачивают семью. Только отлаженные совместные действия помогают командам вырваться вперед. Да и хорошая физическая подготовка играет немаловажную роль. Некоторые семьи в соревнованиях «Мама, папа, я» участвуют регулярно. Для других это было в новинку. Как, например, для команды «Сияющие звезды». Им посчастливилось занять третье место. Эмоции переполняют. Говорят, в следующем году приедут в расширенном составе. Я вас волнуюсь, в волнении, естественно, очень рада. Как вы думаете, соревнования сегодня, тем более того, что вы заняли третье место, может сплотить вашу семью? Да, она и так сплотилась. В этот день, кажется, удача благоволила новичкам. Кубок за первое место домой увезла семья Назаровых, которая, как и коллеги по пьедесталу, участвовала в соревнованиях впервые. Мы вообще не хотели участвовать. Но классный руководитель нас уговорил. Ну и ребенок тоже хотел повеселиться. И нам уже было приятно. Но мы не ожидали, что займем первое место. Так получилось. Вне зависимости от занятого места. Всем командам были вручены подарки. Но самый главный приз для каждой семьи – хорошее настроение, которое они получили от участия в соревнованиях «Мама, папа, я». Юлия Погасян, Данил Свидевский, Екатерина Чернышева. Видное ТВ. Февраль – самый богатый месяц на погодные сюрпризы. Еще вчера под ногами все таяло, а завтра снова будет холодно, хотя довольно комфортно. 16 февраля влияние антициклона усилится, морозы станут крепче. В ночное время подморозит до минус 8-10 градусов. И днем до минус 3-5. Ветер западный 5-10 метров в секунду. А у меня на этом все. Смотрите наши новости по телевизору, а также на нашем сайте. И помните, мы делаем новости с вами. Для вас я, Татьяна Брылова, прощаюсь с вами до завтра. Всего доброго и только хороших новостей.